Самар Сегодня мы расскажем об улице, названной в честь Виктора Лукачева. В истории Самарского университета Виктор Павлович фигура легендарная. Как молодому ректору, принявшему руководство вузом в 36 лет, удалось превратить Куаи во флагман профильных национальных исследовательских институтов страны. Ну, обо всем по порядку. Детство Виктора прошло на Донбассе, в Дзержинске, где он родился и вырос. Было трудно, голодно, но была мечта – авиация. 18 лет стал студентом Ленинградского института инженеров Гражданского воздушного флота, но закончить вуз тогда не смог. Началась война. В июле 1941 года Виктор Лукачев добровольцем уходит на фронт. Молодой механик авиадивизии Лукачев готовил боевые машины к полетам на Ленинградском и Волховском фронтах. С началом войны пошел не в летчики, а именно в обслуживающий персонал. И как студент этого вуза, очень активно помогал в возвращении Ил-2 в рабочее состояние. То есть они падали, их нужно было ремонтировать, вытаскивать из болот, из лесов. Осенью 1942 года во время одной такой операции он сильно простудился. Потом к этому добавилась контузия. 22-летний сержант Лукачев был комиссован из армии и направлен на лечение в Куйбышев. Вот в таком довольно непростом состоянии он оказался в Куйбышеве, где, отлежавшись в госпитале, фактически был комиссован. То есть обратно ни в армию, ни в Ленинград смысла возвращаться не было, поэтому надо было как-то обустраиваться. И он решил сделать то единственное правильное, что, наверное, было у человека в душе, помимо всего, закончить учебу. Как раз в том, в 1942 году, на его счастье, был организован авиационный институт. В 1943 году Лукачев поступает на четвертый курс, недавно созданного в Куйбышеве авиационного института. Наверное, понял, что не всем надо летать, а кому-то надо делать те самые самолеты, на которых будут летать те, кто не может придумывать те сложные конструкции, которые в самолет входят. И его делом на всю оставшуюся жизнь стала кафедра двигателей, тепловых двигателей. Причем его интересом базовым была вообще теория тепловых двигателей. Это довольно сложно, это проблема в проблеме. В институтской среде фронтовик, доброволец и орденоносец Лукачев сразу был отмечен особым вниманием и уважением. Человек чисто любивый, сильный, с несомненно врожденными организаторскими способностями. Он стал ярким общественным лидером, секретарем комитета комсомола, наконец, секретарем партбюро института. И все это одновременно с упорной учебой, а затем и работой в институте. Достаточно быстро начал расти в ВУЗе. Остался после завершения учебы, стал там преподавать, заниматься исследованиями. И кардинально вся его жизнь изменилась в 1956 году, когда решением обкома партии он был назначен ректором Кубишевского авиационного института. Как он сам впоследствии вспоминал, было нелегко. Институту не хватало учебно-производственных площадей. Также чувствовалась острая нехватка опытных преподавателей. В молодом ВУЗе тогда училось 1350 студентов, но не было ни одного общежития. Плохо было и с жильем для профессорско-преподавательского состава. Он получил в руки полуразрушенный ВУЗ. Ну, какой еще мог быть в военном городе, когда его создавали буквально с нуля. Да, у него было 1350 студентов, там чуть ли не один корпус, нет общежитий, все очень плохо. К моменту завершения его работы там было десятка тысяч студентов, целая гирлянда этих корпусов. Огромное задело по всем направлениям авиационной промышленности, включая даже, собственно, небольшой завод по производству летательных аппаратов экспериментальных. 1956 год. Мы уже вплотную подходили к космонавтике. И, по сути, именно ему пришлось развивать всю эту тему. И ему, кстати, именно он добился, чтобы в 1966 году, после смерти Королева, ВУЗ получил его имя. В том числе, благодаря усилиям ректора, уже в 1960 году 20 семей преподавателей получили квартиры в новом доме на улице Галактионовской. В том же году 500 студентов приняло общежитие номер один, а еще через три года заселили общежитие номер два на 515 мест. А через два года при Куаи открылись еще два общежития. Вместе с этим военный опыт и участие в военных действиях. То есть это тоже говорит о человеке, как не из тех, которые отсиживались где-то или пытались как-то иначе выжить. Нет. Человек совершенно искренне хотел летать, хотел воевать, но жизнь распоряжилась иначе. Вот эта вот контузия, которая, мне кажется, какой-то божьим перстом. То есть ты куда там рыб? Вот туда, вот там твое место. Тебя направили, езжай, там есть чем заняться. При сей своей обременности титулами, в том числе и партийными, был крайне демократичным руководителем, особенно с молодежью. Профессору, преподавателю попасть к нему было очень нелегко, а для студентов он всегда находил время. У Виктора Павловича был такой порядок. Секретарь комитета комсомола вуза, председатель правкома студенческого вуза мог зайти к нему в любой момент. Если Виктор Павлович, то есть без доклада, без предварительной договоренности, если у него, он был занят, скажем, в это время, вот, то он, ну это было редко, скажем, там где-то разговаривал с кем-то, он говорил, так, Валентин, иди к себе, я позвоню, придешь потом. Звонил, то есть заканчивал, звонил, но часто бывало и так, что он приходил к нам в комитет комсомола, а комитет комсомола на третьем этаже был, этого первого корпуса, приходил, мы, так сказать, вначале удивлялись, присаживался, ну какие у вас проблемы, что, какие у вас вопросы. Огромной энергии Виктора Павловича хватало и на научную, и на общественную работу. Поражали его огромные работоспособность, целеустремленность, он любил свой институт и всегда находил время на общении со студентами. Была такая традиция у Виктора Павловича, каждый семестр Виктор Павлович приглашал к себе на беседу комсомольский и профсоюзный студенческий актив, в кабинет к себе приглашал, никого из администрации не приглашал, ни проректоров, ни деканов, никого не приглашал. И просил актив студенческий высказаться по поводу, ну каких-то, значит, проблем в ВУЗе. Ну иногда ребята расходились, иногда там в это. Вот Виктор Павлович всегда очень внимательно выслушивал и делал соответствующие выводы. Причем и администрация, и преподаватели в ВУЗе знали, что Виктор Павлович вот так вот приглашает. Поэтому соответствующим образом себя и по отношению к студентам, так сказать, ну, вели. В 1972 году он защитил докторскую диссертацию, а в 1975 был удостоен почетного звания заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В 1987 году Лукачев удостоен звания Героя социалистического труда. Мы должны читать биографию такого человека и говорить, вот есть же такие люди, они же смогли это сделать, я-то чем хуже. Они должны быть для нас каким-то путеводным знаком. Должны показывать, как надо жить, чтобы твоим именем назвали улицу. Коллеги вспоминают, Виктору Павловичу катастрофически не хватало времени в рабочие часы. И он вечерами, в будние дни и выходные приглашал своих сотрудников на прогулки по набережной для решения важных вопросов. По правкам, лабораториям, кафедрам, факультетам. Настолько глубоко переживал за свой КУАИ и все, что с ним связано, что даже за день до смерти он поехал в город с полком решать вопрос о строительстве очередного жилого дома для сотрудников института. Виктор Павлович появлялся вечером, часов в девять. Вот он был на приеме у какого-то заместителя министра. Извините, голодный, но довольный. Вот довольный, что ему удалось решить этот вопрос. Удалось там денежки какие-то на строительство добыть, так сказать. Довольный. Вот он такой. Много доброго Виктор Павлович сделал людям. 3 мая 1988 года его провожали тысячи людей. Подобного в Самаре не доводилось видеть. Помнят его очень многие. И сотрудники университета, и выпускники, и те, кому довелось сталкиваться по каким-либо вопросам, просто общаться с ним. То, что он создал Куаи таким, каким он стал, это во многом именно заслуга Лукачева. Поэтому неудивительно, что и в его честь назвали улицу, которая там проходит, и мемориальные доски размещены на здании корпуса. Вот сейчас вот в этом году как раз собираются установить мемориальную доску на здании, где он жил, и так далее, и тому подобное. То есть человек очень достойный, интересный. И при всей неброскости своей жизни сделал для нашего города невероятно важную вещь. Он поднял на ноги один из самых крупных и сильных вузов не только города, но и, по сути, страны. Виктор Павлович Лукачев и сегодня является символом университета, символом его перспективного развития. Благодаря тому, что Виктор Павлович добился и построил городок, сейчас здесь учатся студенты. Вот так в Самаре появилась улица Лукачева со своей историей, традициями и праздниками. В 1992 году Октябрьский проспект нашего города переименовали в честь ректора Куйбышевского авиационного института Виктора Павловича Лукачева, ректора-созидателя. Именно благодаря Виктору Павловичу на московском шоссе вырос студенческий городок, в котором корпуса и лаборатории соседствовали с общежитиями и спортивными площадками. Именно он уделял огромное внимание развитию студенческих инициатив и спорта. Интересен тот факт, что у улицы Виктора Лукачева на один майский праздник больше, чем у других самарских улиц. Ежегодно в мае в Самаре отмечается праздник улицы Лукачева. В память о Викторе Павловиче на корпусе номер 5 Самарского государственного аэрокосмического университета открыли мемориальную доску, на которой указано. Здесь учился и работал крупный ученый, организатор науки и образования, герой социалистического труда, профессор Лукачев Виктор Павлович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова